Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Почему мужчины ревнуют девушку, которая ему не нужна? Ну, я бы сказал, что девушка, которая шипает, что она ему не нужна, очевидно, несколько лукавит и, как правило, в такой ситуации хочет быть нужной, вот, это несколько, это, если можно так выразиться, несколько скрывает, вот. Дело в том, что очень важно, как мне кажется, понимать, что если сам вопрос подобным образом встаёт в вопрос нужности, то это, я бы сказал, уже такой вот небольшой намёк на то, что для человека вопрос нужности, он, скажем так, ну, актуален, он, этот вопрос нужности важен, и по всей вероятности человек решает здесь какую-то свою проблему. Вот, это первое. Что касается второго, почему мужчины ревнуют, то здесь, я бы сказал, всё вообще проще, ну, просто, вот, да, связано с тем, что у мужчины, у мужчины, к моему большому, к сожалению, есть чувство собственничества, вот, и это самое чувство собственничества толкает человека на ревность, вот. А ревность также связана, как правило, с неуверенностью, а в себе ревность связана с низким уровнем качества выстраиваемых отношений, то есть, когда я тебя ревную, то я вижу тебя только как свою девушку, например, то есть, я воспринимаю тебя только как женщину, ну, свою женщину, но вот, и как вы можете видеть, проблема здесь заключается в том, что своих, вот, своих, своих людей, своих, моих женщин, да, не бывает. То есть, вот эта вот история про то, что ты моя, там, что надлежишь мне и так дал, эта история про довольно-таки низкий уровень взаимодействия между мужчиной и женщиной, то есть, довольно ограниченный. А вот, и надо сказать, что это не только ответственность мужчины, но и ответственность женщины тоже, вот, это нужно понимать, а то нужно, а то нужно учитывать обязательно, если мы этого не будем учитывать, то мы просто, ну, как бы, упустим довольно много важного. Вот, несправедливо, на мой взгляд, возлагать ответственность только на одного человека, это было бы несправедливо. Дальше. Было общение, сближение с мужчиной, был секс. Ну, вот, здесь мы сталкиваемся с тем, что он, несмотря на то, что, значит, человек пишет, что было общение, было сближение, был секс, в сравнении понятно, что это за общение. Вот, ведь общение может быть разным, вот, ну, в этом смысле. Общение может быть совершенно разным, общение может быть зрелым, вот, а может быть и незрелым, понимаете? Общение может быть глубоким, а может быть неглубоким. не глубокий. То есть это разные моменты. И конечно наша задача заключается в том, чтобы разобраться, что это вообще. Ну какого рода это было общение и как у него интегрирован, например, секс. Если мы говорим о сексе, как у него интегрировано сближение и что мы понимаем под сближением, да? То есть что такое сближение? Ну вот, что это такое? Что вы понимаете под сближением? Что понимает под сближением мужчина? Понимаете ли вы как-то одно и то же под этим, например? Или все-таки вот, ну здесь какие-то разные взгляды, ну разные взгляды на это. Вот. Понимаете, да? То есть это вот опять же то, с чем нужно познакомиться, познакомиться поближе, чтобы иметь какие-то, ну хотя бы минимальные представления о том, что происходит. А дальше, значит, что для вас означает сближение с мужчиной и секс? Я ему была небезразлична и очень нравилась. Этого вы не знаете, вы говорите о чувствах другого человека, вы можете говорить только за себя. Но в момент, когда чувства становились сильнее, ему становились ближнее, он просто вслеслился. Ну опять же, про чьи чувства вы говорите? Про свои или про его? Непонятно. Вы можете отвечать только за себя. Да, человек вслеслился, скорее всего испугался. А вот, эту проблему он часто встречает. Он ушел, я не стал ему звонить, писать, не хочет быть со мной. Ладно, жила дальше, общалась, ходила на свидание. Ну вот, не хочу вас обвинить, ни в коем случае, но должен заметить, что вот то, что вы ходили на свидание, точнее, не так, то, что вы ходите на свидание, вот, говорит о том, что, ну, в основном, вы позиционируете себя как женщина, вот, в основном. И то, что вы позиционируете себя как женщина, конечно, притягивает к вам именно мужчин. Вот. То есть именно мужчин. Но выстраиваете ли вы общение, выстраиваете ли вы общение, выстраиваете ли вы взаимодействие как с личностью? Вот. Это очень важный момент. Значение которому люди часто не придают то, которого он заслуживает. Дальше. Так, значит, спустя примерно два месяца он объявляется при встрече. Да. Хочу сказать еще следующее. Если человек отдельно выделяет свою личную жизнь. Вот. А что такое? Ну, что значит отдельно выделять? Да, что значит отдельно выделять? Отдельно выделять свою личную жизнь. Отдельно выделять свою личную жизнь, это, по сути, означает, что человек отдельно, вот в этом смысле, значит, выделяет сферу своей личной жизни, и отдельно же что-то делает для того, чтобы вот ее как-то, ну, словно говоря, развивать. Да? Вот. То есть, ну, хорошо ли это? На мой взгляд, не очень. На мой взгляд, повторюсь. Ну, вот. То есть, опять же, нужно, нужно учитывать этот момент, да, нужно учитывать обязательно этот аспект, чтобы мы, понимали в этом смысле, о чем мы говорим. Вот. Дальше. Спустя два месяца он объявляется, просто встречи, начали общаться, поругались, и опять печена. Ну, здесь вы свою активность, на мой взгляд, никак не прописываете. То есть, вы говорите, что начали общаться, вот, потом поругались. То есть, как бы, что вы делали для того, чтобы начать общаться? Что вы делали для того, чтобы поругались? Непонятно. Да? То есть, как бы, ну, вот. То есть, ваша активность здесь не прописана, не очерчена четко. И это проблема. Это серьезная проблема, потому что вы не, если вы не замечаете своей активности, допустим, вот, то вам сложно в таком случае чувствовать, что вы находитесь, ну, что вы обладаете властью над своей жизнью. Вот. Вам вполне может казаться, что этой власти у вас нет. Хотя, на самом деле, она есть, конечно же. Дальше. Так, причем он меня блокировал не везде, где-то оставлял канал связи и выжидал, что я начну писать и звонить. Откуда вы знаете, что он выжидал, что вы начнете написать? Такое чувство, как будто он сам убегал и хотел, чтобы я убежал за ним в плане головы. Откуда вы знаете, это ваши догадки в данном случае. Он ждал, 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 смотрит, не бежит, приходил сам. Ну, опять же, это, это ваши, это ваши догадки. Ну, как вот, на мой взгляд, да, это, это ваши догадки и, ну, то, что вы этим догадкам, вот так, я бы сказал, может быть, ну, может быть, много, да, может быть, ну, много, вот, уделяете внимание, вот это, конечно, не очень, не очень хорошо. Ну, вот это, я бы даже сказал, что это совсем, совсем нехорошо. То, что вы столько уделяете внимание, это гарко. Вот. Так, значит, в общем, всем своим отношениям он показывал, что на меня ему плевать. Ну, на самом деле, это не так. То, что вы описываете, говорит о чем угодно, только не о том, что ему плевать. Видите ли, человека, на которого нам плевать, да, мы не будем, как бы, ну, кидать в ЧС. Вот. Естественно, если речь идет об, о таких отношениях. То есть, условно говоря, вот люди находились в паре, да, вот, условно говоря, вот люди были, были в отношениях, вот, далее они расстаются, ну, то есть, ну, буквально, буквально расстаются. Ну, вот, значит, и один другого, как-то вот, значит, занесет в ЧС, ну, понятно, что ему не странно на этого человека. Вот. То есть, естественно, это не всегда, не всегда так, не всегда занесение в ЧС означает, что человеку не странно. Да, то есть, понятно, что бывают разные случаи, бывают разные, эээ, и то же вот, иногда, как бы, ЧС, иногда ЧС выполняет функцию такую, чисто утилитарную, это нормально, вот. Но, я хочу вот сказать вам именно это. Я хочу вам сказать именно это. Ну вот. Поэтому, я бы не сказал, что ему здесь, эээ, на вас, вот, именно так вот, как, ну, как вы выражаете, да, плевать. Я, я, я бы так, я бы так не сказал. Другое дело, что это вы так считаете, опять же, проецируя на него свое отношение к себе. Как-то он позвонил, у меня был включен сериал, слышал мышку-голос, закатил стену реальности, а в чем смысл, если у нас нет отношений. Но, опять же, здесь, как будто вы жалуетесь на него, как будто вы ждете от него какого-то другого поведения, отношения. На горизонте появился другой мужчина, мы стали встречаться. Опять же, что значит на горизонте появился другой мужчина? Вот. То есть, другой мужчина, это как? Ну, я, я буквально, другой мужчина, это как? То есть, ну, не сам, не сам же он, в конце концов, взял и появился. То есть, вы как-то вступили в контакт во взаимодействие с человеком. Ну, хотелось бы, хотелось бы, чтобы вы как-то обратили внимание на этот момент. Опять же, на момент. Что мы с вами общим? На момент. Вот, если вы стали встречаться, если вы стали, там, общаться с человеком. Ну, другим человеком, я имею ввиду. Вот. То на каких основаниях, на каких основаниях вы это стали делать? Вот что важно, как мне кажется. Ну, в данном случае, по крайней мере. Понимаете? Понимаете, да? Вот. Дальше. Так, эм, значит, эм, объявился Артелло, начал закатывать сын древности, говорил, как так могла поступить. А то-то я навел себя так, как будто я его жена, он мой муж. Я ему объяснил, что между нами закончено и больше тревоги мне не надо. Поставил все, я сошел и дальше. Он приходит домой, говорит, люблю, вернусь, хочу быть с собой. Я не понимаю, что происходит. Присходит преследование, что приходит к вам домой, вы можете вызвать полицию. Вот. Это, если мы говорим, вот, о каких-то таких конкретных наших действий. Если мы говорим о конкретных его действиях, вот. Ну, вот, по отношению к вам. Вот. А если мы говорим о вас, то, ну, я бы сказал, я бы сказал, что здесь нужно обратить внимание, во-первых, на личные границы ваши. Это, пожалуй, первая, наверное, личная граница ваша. Вот. И второй момент, это, не знаю, поисследование, ну, как вы выбираете таких мужчин. То есть, ну, очевидно, что мужчины это не первые, вот, очевидно, что, ну, мужчина такой, он или такой, или такие мужчины, да, они как-то вот в вашей жизни появляются. Вот. То есть, это нужно учитывать. Если они появляются в вашей жизни, то, ну, я думаю, что не случайно они появляются. То есть, это вот ваша какая-то активность, да, их к вам приводит. Нужно смотреть на то, что это за активность. Нужно смотреть на то, что вы делаете, да, вот, привлекаются таких мужчин. Ну, вполне возможно, что мы здесь имеем дело, дело с сценарной моделью поведения. То есть, мы имеем дело с моделью поведения, где присутствуют сценарии, идущие, ну, например, из детства. Ну, неприятно, конечно, это говорить, да, но, опять же, лучше, наверное, лучше, наверное, будет, если мы об этом скажем сразу, прямо, да, и не будем это заданавливать. Такой вариант есть, конечно. Вот. Дальше. Идём. Так, я не понимаю, что происходит, у меня есть к нему чувства, как и у вас чувства к нему. Вот. Ну, я уже в отношении к другим не знаю, как быть, что делать. Ну, вот тут вот вы, понимаете, демонстрируете, как бы, своё такое вот, я бы сказал, ну, в какой-то степени, возможно, конфликтное поведение, внутреннее конфликтное поведение. То есть, у вас есть чувства к, ну, к человеку. Вот. И вы вступаете в отношении с другим. Вот. То есть, это, вот, что это? В данном случае, что это? Как мне? Внутри личностный конфликт, вот. Ну, для меня, если честно, загадка. Вот. То есть, когда человек, вот, ну, не очень понимает, чего он, может быть, хочет сам, да, вот, не очень отдаёт себе отсчёт в том, ну, грубо говоря, грубо говоря, грубо, что он чувствует, да, например. И так далее. То есть, это вот такой, на мой взгляд, очень, очень важный момент, на который вам нужно тоже обратить своё внимание. То есть, что вы, по сути, как бы, ну, игнорируете свои чувства, да, к мужчине, вот. И, значит, вот, по сути, опять же, вступаете в отношениях, как бы, через силу, да, для того, чтобы, например, не быть одной, или для того, например, чтобы компенсировать там что-то, вот. То есть, это в данном случае, ну, не так важно, вот. Но важно увидеть вам именно вот этот вот сценарий, вот этот важно, важно вам увидеть. Важно увидеть этот сценарий, вот, который вы, как бы, здесь производите, проводите, проводите точнее. Дальше. Я хочу быть с ним, но не могу простить его поведение. Как думаете, почему он так поступал? Ну, тут вот хочется вас спросить, у вас есть чувства к нему, если у вас чувства есть к нему, то какие это чувства? Вот. Вот. А дальше, если, если вы не можете человека простить, то вы не можете его принять. Вот. У такого, как бы, отсутствия принятия есть свои причины, на мой взгляд. Вот. То есть, это вы не, ну, то есть, вы не можете его принять либо из, допустим, своих ценностей, например. То есть, вот у вас, ну, свои ценности, у вас разные ценности, допустим. Вот. И вы не можете его принять поэтому. Или вы не можете его принять из-за чего-то другого, например, из, там, допустим, чувства обиды. Вот. Из чувства, вот. Ну, какого-то такого вот чувства. Да? То есть, тут тоже нужно посмотреть, вот. Вот. А как связано то, что вы не можете его, не можете простить, то есть, не можете принять. Вот. На мой взгляд, это тоже очень, очень важный момент. Вот. И, на мой взгляд, с этим вам тоже нужно поработать. То есть, вам нужно этот аспект поисследовать. Как мне кажется, по крайней мере. Дальше. А почему я так поступил? А вот здесь, вот здесь очень важно сделать замечание, что мы, психологи, не даем комментариев относительно про этих лиц. Вот. То есть, мы работаем только с теми, кто к нам обратил, в данном случае обратил. Обратил. Ой. Вот. Соответственно, работаем мы с вами. Точка. Вот. Поэтому как-то так. Как-то так. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам сформулировать базовые постелаты для психотерапии. Вот. Позволит вам определить основные направления для психотерапии. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, сейчас это, значит, не раскрыто для вас же саму своих чувств. Вот. На мой взгляд, это есть. Вот. И, на мой взгляд, это вот в какой-то степени слабость личных границ ваших собственных. Вот. То есть, ну, недостаточно их простроенности. Вот. И это фундамент устраивания отношений с мужчинами. То есть, как именно вы устраиваете отношения с мужчинами. На каких основаниях вы это делаете? То есть, это фундамент чисто гендерный или это фундамент личностный. Вот. Это очень важно. Очень, ну, очень важно на это обратить, обратить вам внимание. Своей. Потому что, в какой-то степени, в какой-то степени, это является ключевым аспектом для того, чтобы вот устраивать отношения с не только мужчинами вообще, но и с людьми в целом. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. За помощью вам она пригодит.